Настолько же важная часть, как и лицо, это тело. Тело, оно по массе, по площади гораздо больше, чем лицо, но почему-то к уходу за телом все относятся еще менее внимательно. На самом деле расстройство одинаковое будет. Если у вас состарится лицо преждевременно или тело, поверьте, тело собрать гораздо дороже. Лицо можно там собрать какими-нибудь инъекциями или еще что-то схитрить, а вот полностью тело собирать очень долго. Поэтому самая лучшая стратегия это вообще постараться, чтобы оно не старилось. Логика точно также очень простая. Единственное, что нужно нашему телу, нашей коже, нашей поверхности для того, чтобы никогда не стариться, это необходимое количество влаги, запечатанное под необходимым количеством жиров. Их очень просто рассчитать. Проще всего по телу использовать всего одно средство, это масло для тела. Есть вот такое масло, я купила его в Стамбуле, написано масло авокадо. По запаху скорее это масло подсолнечника, но не суть. Любое чистое натуральное масло вам подойдет. Как понять, что масло натуральное? Переворачиваем упаковку или внешнюю коробочку и смотрим состав. Первые два-три слова должны быть полностью натуральные. В идеале, чтобы это было всего одно слово. Авокадо, ойл или еще что-то. Самые популярные масла для тела это будут какие-то недорогие масла. То есть это чаще всего будет подсолнечник, олива, авокадо, это может быть кокос. Когда вы будете покупать масло для тела, единственное, на что нужно обратить внимание, оно должно быть прозрачным. Видите, масло должно быть прозрачным при любой температуре. Даже если я его поставлю в морозильник, оно остается прозрачным. И, например, масло кокоса в этот момент не совсем подойдет, потому что если поставить его в холодильник, то оно затвердеет. Точно так же, как и масло оливы. Если вы возьмете оливковое масло и поставить его даже в холодильник, оно уже помутнеет хлопьями. Поэтому покупайте профессиональное косметическое масло, которое направлено для того, чтобы им пользоваться в косметических целях. Не нужно покупать пищевое масло, оно более грубое под дисперсией. Что я делаю? Это масло в исходнике пахнет не очень круто, поэтому я просто беру такое дешевое масло. Оно стоило рублей 300. В общем, от 5 до 10 долларов. Это хороший прайс за масло. Не покупайте дорогое, потому что у него достаточно высокий расход. А чистота состава от цены сильно не зависит. И чтобы это масло приносило больше радости, я просто беру вот такое балийское масло орхидея или, может быть, оно из Таиланда. В общем, я думаю, что все, кто был где-то на отдыхе, находили такие баночки. Вот. Это масло орхидея. Я взяла где-то, ну, может быть, одну пятую баночки и налила вот сюда. Масло орхидея это горящее масло, то есть это как перцовка. Если вы в чистом виде им разотретесь, тело будет гореть, но зато оно вкусно пахнет. Если его чуть-чуть добавить в базовое масло, получится хорошая смесь для ухода на повседнев. Вы можете взять любое масло, добавлять его в базовое масло для того, чтобы вам просто было косметически приятно, чтобы это по запаху было как косметический продукт. И дальше что вы делаете? Вы принимаете душ, и после душа, пока ваше тело мокрое, влажное, вы набираете масло и тонко по себе раскатываете. Например, если вы попробуете нанести масло на сухую кожу, оно будет слишком жирное, оно будет так очень тягучее, идти очень плохо, очень сложно, скажем так. Если вы будете наносить масло на влажную кожу, оно ложится ровно в таком количестве, которое комфортно и тактильно, то есть через пять минут, когда вы высохнете, вы не почувствуете на себя там липкой какой-то излишней массы. Кожа будет просто гладенькая, не слишком блестящая, но она будет тургорная, она будет запитанная, она не будет шероховатая, не будет вот этой белесости неприятной и не будет излишней жирности, то есть это хорошая, скажем так, дозировка. Вы наносите обязательно на мокрую кожу. Вспоминаем, как мы ухаживали за лицом. Сначала нужно дать коже влагу, потом попробовать ее максимально запечатать липидами. Почему это необходимо? Во-первых, на влажную кожу липиды ложатся более ровно. Проэкспериментируйте, нанесите на одну сухую руку масло и на одну влажную, вы увидите, насколько по-разному ложится текстура. Влага, которую вы запечатаете липидами, останется с вами на весь день до следующей помывки, и это расправит кожу, расправит чешуйки, и это будет являться залогом тургора. И далее масло, которое вы на себя положите, оно полностью впитается, потому что прозрачные масла — это единственная текстура в мире, которая способна впитаться в нашу кожу. Ведь кожа — это мембрана, и она практически ничего в себя не впитывает, она только отдает. И только прозрачная фаза липидов способна впитаться в наши мертвые чешуйки, то есть абсорбенты. Ничего, кроме прозрачных масел, в этом мире в кожу не впитывается. Все остальные средства поверхностны. Поэтому, пожалуйста, отложите на время, потом и вовсе избавьтесь от всех лосьонов для тела, от всех кремов для тела, от биттеров, то есть от любой мутной текстуры. Если вы видите, что текстура мутная или на ней написано крем, это стопроцентная гарантия, что это поверхностное воздействие, что это никак не впитается в вашу кожу. Если это не впитается в вашу кожу, значит это нам не нужно, потому что это никак не усилит ее пластификацию. И максимум, который вам даст крем или лосьон, это то, что будет ощущение, будет визуальное какое-то изменение кожи и будет легкое спасение от обезвоженности. Но это ненадолго. Почему? Потому что все мутные средства, все поверхностные средства очень быстро стираются одеждой и у них очень короткий срок службы. То есть, например, если вы покрыли себя с утра лосьоном или кремом, потом, когда вы на себя надели одежду, одежда начинает стирать механически все, что сверху кожи. И сто процентов этого крема к концу дня остается на вашей одежде на изнаночной стороне. И ваша кожа остается снова без запитки. То же самое вы можете проэкспериментировать. Нанесите, например, на одну ногу масло на влажную кожу, на другую ногу ваш крем. Через какое-то время встаньте под душ и исполоснитесь водой. Вы поймете, что весь ваш лосьон, он помутнел и смылся. Потому что он никак не вошел в вашу кожу, он лежал сверху. При этом все масло останется на вас. На масле образуются капли. Потому что масло уже впиталось, сработало и начало работать, как защита от потери влаги. Вот. Пожалуйста, проэкспериментируйте с этой темой. Попробуйте воспользоваться маслом на недельку и посмотрите, насколько ваша кожа станет более упругой, более тургорной. Посмотрите на то, что следы на изнаночной стороне одежды исчезли. И, пожалуйста, не наносите масло на сухую кожу, потому что в этом случае будет излишек. Нормальная доза это ровно столько, сколько ложится на вашу влажную кожу. И это будет как раз ровный нейтральный финиш. Не слишком глянцевый, не слишком матовый, достаточно запитывающий и пластифицирующий вашу кожу. После того момента, как вы перейдете на масло, как уход за телом, ваша кожа перестанет терять влагу. Она перестанет надламываться от того, что она не пластифицирована. Соответственно, она перестанет стареть.